Чувак, ты же можешь это сам делать. С меня никакой актёр не выйдет. Всё стало дёшево. У меня был опыт летом, до осени я жил на улице. Наверное, больше сложно обманывать. Надежда есть. Добрый день, с вами Дергачёв Инсайт. Я ведущий канала Вадим Дергачёв. Сегодня у нас в гостях Галамжан Малдоназар. Пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. И искусственный интеллект позволит вам быстрее нас находить. У меня есть своя версия о том, какой человек сегодня у нас в гостях. Что такое для меня музыкант Галамжан Малдоназар? Это человек, который просто ниткой сшил два всё ещё разных мира в нашей стране. Это мир русскоязычный и мир казахскоязычный. Потому что я о Галамжане услышал первоначально вообще от иностранцев, от французов, которые мне в Астане сказали, слушай, у вас есть такой потрясающий парень с такой потрясающей музыкой. И вот самое интересное для меня именно музыка. Мне кажется, что всё остальное можем с вами поговорить про Марс, или про чуму в Одессе. Но вот по-настоящему интересно с вами поговорить про музыку. Вот у меня есть опять же версия такая, вот я с неё хочу начать. То есть первое в этой версии – это Sting. Мне кажется, что почему-то здесь должен быть Sting. Второе – это Radiohead. И с третьим я немножко плыву, но возможно, что всё-таки это Coldplay. Вот это что-то для вас значит или вообще всё мимо? Radiohead, Coldplay, да. А Sting? Sting я не могу сказать, много слушал, но есть одна песня, которую я очень сильно люблю. И больше я Radiohead и Coldplay много слушал. И для меня как-то... Я много взял у них, учился. Мне кажется, что вы не только учились, вы, что называется, когда говорят, что талантливый человек, он берёт, а гениальный крадёт и делает своим. То есть мне кажется, что это просто такая экспроприация. То есть и причём реально никто не может ткнуть пальцем и сказать, Голымжан, ты просто компилятор. Да, потому что человек хотя бы что-то в музыке соображающее, хотя немножко. Он понимает, насколько это своё, насколько это оригинально. Поэтому спасибо большое за то, что именно так ответили. А вы вернули казахский язык в популярную музыку реально через период. Потому что, ну, по большому счёту, наверное, уркер. А вот это были те люди, то есть Айдоса, который стал на казахском языке работать с очень популярными форматами. То есть для вас это как было? Насколько это было сложно, несложно или естественно? Для меня всё естественно. Ну, не хочу сказать сложно. А я кроме этого и ничем не занимался. Я всегда... Ну, я раньше текстовиком работал. Я артистом писал текст. Почти многим кому звёздам в нашей эстраде. И потом начал... Ну, изначально хотел, конечно, стать известным артистом, певцом. Думал, буду... О нашем эстраде буду петь. Вообще, когда первый раз начал. И когда я приехал в Алма-Ату, я начал изнутри постепенно видеть. И когда я на студии работал, я вырос. И я очень благодарен тем людям, которые... Ну, мне... Я встречал путей своём. И эти люди мне очень помогли в том, что я... Ну, развиваться. Ситуации самого... Я понял, что на эстраде я особо... Ну, мне не место. И больше я начал любить композиторство. Сочинять, изучать. Ну, потому что... Я работал на студии очень много. Как звукоинженер. Ну, не инженер. Записи делать и... Аранжировки делать. И все артисты только просили, чтобы Той их качал. У всех запрос был такой. И я понял, что мне не понравилось это. Запрос на Той? Да. И когда я начал больше изучать, там, на гитаре играть, и... Ну, я хотел очень сильно живую потом играть. Чтобы музыка была всю живую. И так далее, и так далее. В каком году это было? У меня все, естественно, непонятно как. Да, это все постепенно. Я в эстраде тоже очень сильно люблю пару артистов до сих пор. Это Мирамбек Писбаев с группой Бузарт. Хурмаш Маханов. Я до сих пор их люблю, очень уважаю и восхищаюсь, как они поют. И дальше. Ну, современные артисты. Как-то я, кажется, я ушел. Все хорошо. А в каком году это было? То есть, когда вы приехали? Я в 2006-м. Как закончил школу. Сразу уехал с Саула. В Алмату. И поступил в Академию искусств Жургенов. Хотел поступить, конечно, на вокальный. Но у меня не получилось, потому что у меня не было образования музыкальной. И я поступил на актерский. Театральный актерский. Я год учился, и я понял, что с меня никакой актер не выйдет. И пять лет учиться, тратить свое время. Я подумал сразу, лучше я буду тратить свое время где-нибудь на студии. Мне не важно, кем я там буду работать. Но я буду ближе к музыке. И я ушел, очистился. И начал на студиях работать. Бесплатно там тексты писал. Ну, все что угодно я там делал. С ребятами, которые есть в студии. А где в это время я жил? Жил в начале. Меня выгнали с общежития, но я с балкона постоянно лазил на третий этаж. Нелегально. Да. И потом у меня был опыт летом, до осени я жил на улице. Просто жил на улице? Да. Бомжевал? Ну, я кайфовал. Хорошо. Потому что на студии работали с девяти вечера примерно и до шести утра каждый день. Ночной вечер. И потом выходил где-то там, где-то там. Пару часов поспал. До вечера главное надо убить время. Потом вечером обратно на студию. А, получалось, что ночное время как раз на студии, да? Да. Да? Да. А, и перекантоваться надо было только день. Да. Только дневное время. Да, да, да. Где-то пару часов поспал сидя. Так, так, так. Но никогда вот не скажу, что я мучился, я страдал. Нет. Я до сих пор живу в своем мечте. И мне никогда не сложно. Я не люблю людей, которые жертвуют. Сложно все через муки. Нет. Я спал даже на улице. Я мечтал перед сном. Только думал. И потому что, ну, в ауле я был чабаном мальчиком. В ауле очень много дел домашних. Я всегда мечтал уехать от Саула. И во время, когда я в Алма-Ате, я был очень свободный. У меня очень много было времени думать о творчестве. И иногда вспоминаю, мне кажется, иногда, кажется, я в то время был счастливее. Не знаю. Свободнее? Свободнее, да. А жить на Алма-Атинской улице, да? То есть, когда у тебя все-таки вот улица является твоим домом. Это безопасно? Вообще, получается, что город с другой стороны, вот ближе к земле городской, да? То есть, почувствовал, ощутил. А вот что вообще по этому поводу вы можете сказать? То есть, насколько город агрессивен или, наоборот, не агрессивен? Насколько Алма-Ата принимает такой образ жизни? Ну, я сколько лет, вот, 2006 года здесь, ну, каждый период, общество разное. Ага. Оно постоянно меняется. Скажу честно, я, если честно, не хожу, где много людей. И у меня очень мало друзей. Но со стороны я смотрю, чувствую, да? Какое-то время было чуть-чуть опасно, там, на улице, когда как раз я жил. Потом стал все религиозные. Я помню, всегда носил летом даже ботинки, кожаные ботинки, ржеванные джинсы, и все в черном. Даже летом, в кожаном куртке. И я помню, что люди на меня косо смотрели. Ну, начали очень много, религиозных людей много стало. И, ну, честно, на этот вопрос мне отвечать сложно, потому что даже сейчас я не общаюсь с многими людьми. У меня есть очень мало людей, которые общаюсь. И почему? Потому что они хорошие люди, классные люди, мне с ними хорошо. И мне сложно судить людей, какие они вообще. Ну, чувствуются периодами, чувствуются, люди меняются. В какую сторону сейчас люди меняются? Не знаю, честно. Мне кажется, люди нетерпеливые стали. Потому что из-за соцсетей, интернет. Даже, я как музыкант могу сказать, раньше, да, когда артист выпускает альбом, там, сколько, 24 человека, да, там, люди покупали, в очередь стояли, диск покупали и официально вот так собрались, слушали. А ты сейчас два месяца, три месяца, полгода делаешь альбом, они, может, вот так, начало послушал и вот так, вверх. И у них не хватает, ну... Концентрации, внимания. Внимания, да, и нетерпеливые, и слишком много. Всё стало дёшево. И... Мне кажется, все сытые. Со студии у вас началось с текстов. Потом... То есть вы, получается, пришли в какую-то студию. Как это вообще случилось? Вот приходит человек с улицы и говорит, я хочу у вас быть кем? С кем-нибудь? Ну, я в Академии был, в Абширите был популярным. Да. Я с детства, ну, с восьмого класса начал писать свои песни. Ну, никому не давал слушать. Ночью сам играл. Ага. Я боялся, стеснялся. Первый раз, когда я начал где-то петь свои песни, это Абширите в Академии. Потому что мне всё равно было, я кричал, пел свои песни. И один из стал как гимн, там все пели. И всем нравилось, и у меня какой-то уверенность. Значит, у меня получается. До этого я никогда не пел, никому близким, друзьям. Ну, стеснялся. Вот, и про меня все начали узнавать в Академии, что мои тексты начали нравиться, там. Он начал звать меня, сотрудничать. Так всё естественно и по шагу. Вот потом есть в Академии был, с кем я работал, Айден. Вот у него была домашняя студия. И он уже хороший опыт имел делать аранжировки. Айден, это исполнитель Айден? Да, и он потом поменял своё имя, Айса. И для него я написал песню «Бахусам», и она за неделю стала китом. По Казахстану везде играл. И все о том, как автора, начали интересоваться у мной. Потому что я казахский текст писал на армии, песни такие сложные. Потому что на казахском очень сложно писать, когда очень мелких слов в одном строчке. Потому что казахские слова – это все длинные. Ритмические слова. Да. А у меня получалось тогда. И все потом начали у меня заказывать тексты. Я больше начал вначале как текстовик. Работать, зарабатывать. И потом... Почему я стал аранжировщиком? Родители дали мне деньги. И как любой начинающий молодой пацан, я думал, сейчас я запишу два-три трека, я все звезда. Звезда, и я буду зарабатывать. У меня все сложено. Так и думал. И я, вот родители дали мне деньги для меня и для моих родителей – это большие деньги. Я эти деньги сразу отдал человеку, аранжировщику. Мы договорились на три-четыре песни. В итоге ни одной песни не написал мне. То, что написали, мне вообще не нравился. Комментарий говоришь, говорит, да, в итоге дело вообще другое. И в это время я понял, что мне самому надо научиться писать аранжировки. Пока я сидел, человек делал, я визуально смотрел и понимал. Чувак, ты же можешь это сам делать. Я чувствую, я чувствую, как он не туда ушел. Я комментарии даю сложно с людьми, потому что он может не слушать меня. Вот типа, что ты знаешь. И в итоге получилось так, меня оставили на студии, и я за пять часов написал первую свою музыку на компьютер. Мне сложно, потому что все программы на английском. Я английский не знаю. Я все визуально запомнил, где звуки, где папки, где я визуально запоминал. Просто наблюдаю за тем, как человек... До сих пор я так работаю. Я визуально знаю, где какие звуки, и когда я вижу, все вспоминаю. Вот. Вот так я стал варанжировщиком. Ну и начал писать музыку. И начал изучать вообще музыку дальше. Очень люблю старых. Вообще, old school. Ага. Ну, от Майкла Джексона, Принц, Битлз и Элвис. Джеймс Браун, All Grain. Очень нравится вот старая музыка. И... Всегда хотел экспериментировать два-три стиля в одном. И что-то с современными звуками. Что-то оттуда старого. И нравится рок. И... Очень нравится поп-музыка в 80-х. Группа Малдоназар. Это последние семь лет? Да. Да. На сцене сейчас семь лет? Примерно да. Примерно да. Одни и те же ребята? Состав тот же? Состав нет. 2015 год у нас в составе была девушка Анжелика. Она поступила потом через полгода, что ли, как мы... В Португалию поступила. И улетела. И... А потом с нами Ильхом. Вот два года назад у нас барабанщик поменялся. Сейчас с нами Евгений Никулин. До этого был Рахат Базилов. Ну, в основном, да, одни и те же люди. А в Америку вы этим составом ездили? В 2017 год, да. Нет, тогда Рахат Базилов был с нами. Тогда Евгения Никулина не было. Барабанщик наш. Вот. В 2015 год первый раз в Америке я там с Break-off Reality играл. Ага. И потом 2017 год у нас уже небольшой тур с нашей группой. Как получилось вообще с ними познакомиться с Break-off Reality? Да. Я играл здесь, был в Де Пари, кафе. Ага. Маленький. Да. И у меня был небольшой акустический концерт. Тогда у меня вот популярность в самой пике все про меня начали говорить. Ага. Я не думал, что много будет людей. И... Мирхат Каталов мой друг был на кахоне. Алим Заиров тоже мой хороший друг. Он на клавише пианино. И вот такой небольшой концерт. И я сам в шоке был, потому что все песни народ знали и уже наизусть хором пели. И для меня это был такой шок. И концерт закончили, нам не давали уходить. Мы на бис просели, просили, мы уже устали. Люди стояли на улице, потому что заведение было очень маленькое. И так закончили концерт. И потом Чарльз Мартин. Он тогда занимался именно культурой в посольстве. И американец. Он подошел, мы с ним разговаривали. Я тогда, честно, не понимал, что со мной происходит. Вообще не понимал. И меня позвали выступить на USKZ фестиваль с группой Break of Reality. Я согласился. Вот они прилетели. И мы начали репетировать именно песню Ахпенберги. Мы выступили вместе. И потом мою менеджеру написали. Им понравился Ахпенберги. Они попросили разрешения дальше играть там. И они там играли. Потом меня в 15-й год позвали туда на концерт. У них был сольный концерт. И я до этого никогда не был за рубежом. Первый раз я полетел в Нью-Йорк. И мы там концерт отыграли. Очень классно. Мне очень нравится Break of Reality. Как люди, как музыканты. Очень культурные, добрые, хорошие люди. Но концерт получился очень хорошо. Приняли очень хорошо. А кто пришел на концерт? Это фанаты, друзья группы Break of Reality. И казахи. Казахи. То есть это было совместное исполнение? Только одна песня. У них был прям сольный концерт. И я стоял с открытым ртом. В шоке был. Настолько они крутые. Потому что они себя так здесь не показали. Вот то, что концерт, как они там играли. Это было нечто. Программа совсем другая. Когда вы говорите, я не понимал, что со мной происходит. Это был в плюс или в минус непонимание? То есть вниз или вверх? Потому что очень много поступили предложений. Предлагали все продюсерские центры. Вот с Россией. Постоянно какие-то. Для меня страшно было. Я боюсь людей. Но не сейчас, тогда. Для меня было страшно. Ну, я не хочу делать резкие какое-то решение. И из-за этого мне было страшно. Мне было непонятно, что мне делать. Но, как всегда, я доверился своему внутреннему чувству. Кому можно доверять. И я очень рад, что это меня не подводило. И с тем, с кем я сотрудничал, дружим до сих пор. И все оказались очень хорошие люди. А что вы сделали тогда? Не связались ни с какими из предложений? Нет. Какое было решение? Я никакое предложение не принимал. Потому что для меня важнее свобода. И писать музыку, которую я хочу. То есть вы тогда начали делать свою студию? После этого? Да. Когда я уже Аркеберге сделал небольшой EP. И акустические мои лайвы уже везде все слушали. Вот. Баланжан, такое впечатление, что для вас живое выступление, вообще работа с людьми – это напряг. То есть вообще концерт – это драйв? Это приносит удовольствие? Или это больше напряжение? Нет. Это последние 2-3 года. А до этого я, наоборот, я на сцене другой человек. Я, наоборот, на 2 часа я балуюсь. Я могу показать себя и открыться. И потом, как концерт закончится, я ни с кем не пытаюсь общаться. Я сразу черный ход и уезжаю. Энергия откуда идет? От людей или изнутри? От людей, я думаю, в первую очередь от меня. И потом от людей это еще заряжает. Это очень круто. А что произошло последние 2-3 года? Что поменялось? Я думаю, я начал хорошо жить. Начал хорошо жить и что, драйв пропал? Да, и у меня раньше не было никакого там графика и какой-нибудь рамки. Я только сам делал музыку, все сам делал. Когда у тебя есть группа, и в команде уже у нас больше 10 человек, а я не люблю конфликтов, а когда у тебя в команде больше 10 человек, это невозможно, чтобы не было ни конфликта, или там разногласия. И вот около 7 лет мы играем постоянно одно и то же. И может быть средний кризис возраста, не знаю. Я скажу честно, я не получаю те удовольствия, как раньше. От концерта. А студийная запись удовольствие приносит? Может быть поменялся? Студийная, да, более-менее да. А студийная запись плюс запись клипов, это другая работа? То есть это другой драйв, чем концерты? Да, это очень разные вещи. Но все-таки во всем я меньше удовольствия получаю. И больше нервов, больше. Мне кажется, я уже начал знать, как она делается, как техника работает. Когда раньше я ничего не знал, я все делал от души. Когда ты не знаешь, как техника работает, ты просто стараешься делать лучше. А когда ты всю схему знаешь, заранее думаешь все в голове, ну, как продюсер, и это уже начинается, становится как математика просто. А вот это мне не нравится. И так я пишу музыку, я заранее не думаю, что я сейчас буду писать. Просто я позавтракал, помылся, пошел, сел, и начинаю новый трек писать, просто песню. И сам не знаю, что получится, как. Вот. А сейчас для меня стало все заранее. Надо думать. И вот эти вещи мне напрягают, когда ты заранее знаешь все. 33 года сейчас. Да. А какой-то, возможно, кризис внутренний, да? А что делать с этим? Как с этим бороться? Выходить на новый уровень, на новое исполнение? Что дальше? Нет, просто принимать, жить с этим. Знаете, бороться... Надо, в первую очередь, это принимать. Те люди, которые не принимают, они с ума сходят и мучаются. Я это принимаю, живу с этим. Пытаюсь себя держать в руки, баланс. И я знаю, когда какое-нибудь утро, у меня все опять так же будет. Надежда есть, вера есть. Но то, что сейчас вот этот кризис, я не пытаюсь перед кем-то доказывать, я такой же, и там перед собой, перед другим людям. Я принимаю, я спокойно. Пытаюсь с детьми больше времени проводить. Больше времени семье сейчас выделяю. Потому что у меня все друзья старше меня. Очень хорошие люди, очень талантливые люди. Когда у них это началось, кризис, я не понимал, почему. Вроде у них все есть, все возможности. В чем проблема? Вот, я их видел, и я понял, что у меня сейчас такое, ну, время. Все нормально, это пройдет. А новая музыка сейчас не такая, как раньше? То есть пишется? Или все-таки воспроизводится то, что было раньше? Именно так, вопрос я не понял. Вот сейчас, то, что вы пишете сейчас, это новая музыка, другая или такая же? Нет, я всегда что-то меняю. Сейчас. Я в этом году, уже у нас традиция, 8 марта, я всегда выпускаю альбом. В этом году я выпустил дип. До этого был такой соу, аунж, чуть-чуть. Люблю смешивать стили. И сейчас обратно хочу вернуться на электронику. Вот. Я не планирую. И вот в этом возрасте и в этот момент, какое у меня настроение, я пишу такие песни и выпускаю. В первую очередь работаю ради себя, не ради фанатов, слушателей, не ради людей. Не хочу врать, потому что все артисты говорят, ради народа, я делаю все артисты. Нет, я делаю ради себя, в первую очередь. И вот сказать сложно, какой будет музыка, отличаться будет или нет. Это зависит от моего состояния. Вот. раз все-таки мы говорили об аранжировке, давайте вернемся к господину Иманбеку. То есть, что сегодня интересно в нем? Вот, если интересно для вас? Аранжировщик, он молодец, я не слушаю этот жанр, но как аранжировщик, аранжировщик, он молодец, очень хорошо звучит. И самое главное, людям нравится и его любят. Я думаю, это самое важное. Потому что всем нравится, это невозможно. Даже Майкл Джексон кому-то не нравится. И это нормально. И что могу сказать, поздравляю от всей души. Молодец. Это очень круто. То, что вы делаете, это часто лирика, это часто такая достаточно глубокая мелодика. Это интересно людям разного возраста. Потому что здесь есть такой очень хороший, чистый внутренний голос человека. То есть это голос человека, который говорит с другими людьми. Насколько это сложно, этот голос из себя вытягивать, вытаскивать. то есть как с этим жить? Наверное, больше сложно обманывать. У меня есть пара опытов. Последние годы я из группы признаюсь, мы пытались сделать нравится больше. На массу. это для меня самое сложное. А то, что в душе это наоборот, это удовольствие сидеть на гитаре и говорить то, что у тебя внутри, это наоборот легче и получаю удовольствие. а когда делаешь для того, что понравится больше людям и писать музыку как-то под референс это для меня сложно. А концерт с карантина это было хорошо, это было очень чисто и в какой-то момент было совершенно классно, что было видно, что голымжан сидит полуприкрыв глаза и поет. И вот там движение чистой энергии шло сразу от сердца к сердцам. вот когда нету никого кто ждет, насколько это хорошо или плохо для вас? Очень сложно, но до этого только пару был у нас опыт, мы играли живую, но это была запись на камеру. Лучше все равно, когда есть люди, есть связь. Ты понимаешь, для кого поешь. вот этот самый синтепоп, это такая вообще интересная штука, я его так начал смотреть, то есть это какие-то черные кожаные куртки, космос, такие немножко комиксы, то есть для вас вот эта образная система, это что? что там цепляет? Ну, это наверное, это я, мое детство, мои какие-то, потому что, почему космос? все советские мальчики, дети хотели стать космонавтом, и очень много было книжек, журналы про космос, хотя ничего не понимаешь, но по-своему ты представляешь. и в советское время очень много было мультиков про космос, и эту тему часто использовали. И я живу в поселке ближе к Пайпанур, и часто я видел, как ракета оставляет огромную дырку в атмосфере. И следующий день у нас в поселке летят туалеты. Это все связано с моим детством. Как я сказал, очень люблю музыку 80-х. Как поп-рок делали, рок смешивали, когда на рок больше стал синтезатор. Обожаю синтезатор. Не только у нас в ауле. Раньше все то и мероприятие они синтепоп играли. Вот мой учитель по музыке Ауэс из полов у него был старый Ямаха, и он один играл на Ямахе живую пел, и все в одном синтезаторе. Это был настоящий синтепоп. И мне нравится синтезатор, звуки синтезатора. Они очень разные, и можно крутить его, менять звук. И вот эта искусственность этих звуков, она тоже нравится? Как понять искусственность? Но они не живые, они же такие, вот именно электронные сразу. класс? это класс? Это кайф? Для меня да. Мне нравится это. Это надо понять, это не традиционные инструменты, как духовые, вот этно. Это совсем другое. то, что синтезатор я спокойно принимаю и не считаю его какой-то искусственным. Она дает мне какую-то определенную эмоцию, и я люблю синтезатор. Ламжан Малдоназар сделал собственную сказку, сделал собственный комикс, и в результате оказался космонавтом, который сейчас продолжает летать в космос прямо сейчас. Да? Да, я живу в своем детской мечте. Я всегда мечтал стать популярным артистом. И потом, когда я начал уже в музыке работать, я в студии, я мечтал, чтобы у меня своя студия была. И когда у меня студия появилась домашняя, я мечтал о команде, мечтал в живую выступать. Когда у меня команда появилась, я мечтал, чтобы у меня свое помещение было, что у меня была команда лейбл студийный. И я очень благодарен всему, всем людям, которые до этого были, и Богу, что у меня все получилось. Я живу сейчас в своем детской мечте. У меня сейчас получилось. И сейчас у меня небольшой лейбл, школа, и очень хорошие люди, очень талантливые. Я сам фанат их. Вот. Только надо выйти из этого состояния кризиса и дальше продолжать. я доволен всем. Благодарить. Что будет через 20 лет? Не люблю думать. Не люблю так заранее что-то далеко уходить. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Дорогие зрители, смотрите, мечтайте, старайтесь, и у вас тоже получится стать космонавтом, как у Галамжана Малдоназара. Подписывайтесь на канал. Спасибо. Спасибо. Спасибо.